итак мои дорогие друзья всем большой привет на связи ваш преподаватель егэ по английскому языку шеренкелли это ролик посвященный нашим заданием 2529 которая у нас содержится в разделе грамматика и лексика и проверяют наши навыки словообразования расскажу в этом ролике как вообще у нас работает это задание какая там существует стратегия выполнения и как себе упростить выполнение этого задания но для начала я представлюсь для тех кто меня не очень хорошо знает меня зовут шеренкелли и я уже три года готовлю выпускников кег по английскому языку сама я также три раза сдавал этот экзамен на 96 98 и 99 баллов в школьные годы подтвердила уровень си one и за прошлый учебный год выпустила вот такое большое количество высокобальников каждым горжусь и каждого люблю но уверена что каждый из вас может также стать моим будущим высокобальником и я могу вам помочь достигнуть высоких результатов в моем телеграм-канале вы на него можете подписаться с помощью этого qr-кода отсканировав его либо перейдя по ссылке в описании к этому ролику в моем телеграм-канале есть кладезь полезных материалов и кстати если мы с вами будем искать материалы которые у нас будут связаны сегодняшним роликом то вы сможете найти файл в котором собраны топ слов которые встречаются в зданиях 2529 поэтому чтобы получить все слова которые с вероятностью 80 процентов будут у вас на экзамене переходите в мой телеграм-канал в закрепленное сообщение и находите там этот файл но мы давайте с вами перейдем к формату нашего задания в чем суть задания 2529 что у нас с вами содержится пропуске и также первоначальное слово которое необходимо преобразовать тут в этом задании в отличие от 1924 наша задача либо поменять часть речи либо же поменять смысл нашего слова сделать из него отрицательное значение либо другое совершенно с помощью наших суффиксов мы в первую очередь должны с вами понять а какая у меня будет стоять часть речи в предложении сегодня я вас научу как раз таки определять эти части речи с помощью определенных паттернов и мы с вами смотрим именно на грамматическую структуру предложения мы выбираем либо существительное либо прилагательное либо глагол либо же наречие далее мы обращаем с вами внимание на значение предложение на весь его смысл потому что иногда у меня часть речи от первоначального слова может даже не поменяться в таком случае нам с вами будет необходимо добавить отрицательную приставку либо же какой-то суффикс который будет менять само значение слова если потребуется существительное то мы будем обращать с вами внимание на его число потому что может быть что у нас будет стоять либо только исключительно единственное число, только исключительно множественное. В этом нам могут помочь с вами артикли, глаголы, также местоимения, которые указывают нас на множественность либо же на единственное число. И вот давайте по каждой части речи по отдельности поговорим, как понять, что будет стоять та или иная часть речи. Сначала посмотрим с вами на существительное. Существительное у меня будет стоять, когда мне в пропуске необходима часть грамматической основы, Это мое подлежащее, то есть то, что будет выполнять действие у меня в предложении. Также, когда я вижу прилагательное, после которого стоит пропуск, вероятнее всего нужно существительное. Потому что прилагательное у меня выполняет функцию описания моего существительного. Далее, когда я увижу притяжательный падеж, к нему я также добавлю существительное. Потому что притяжательный падеж показывает принадлежность какого-то предмета. Следовательно, мне нужно показать, что кому принадлежит. Артикли у меня также ставятся перед существительными. Да, вы можете мне сказать, что у меня существуют порядковые числительные, превосходные степени прилагательных, но, друзья мои, если там стоит артикль э, либо же н, тут, думаю, вопросов не возникает. Далее у меня встречается артикль, после которого идет прилагательное, и затем существительное, вся та же схема. Артикль плюс существительное, прилагательное плюс существительное. Также после предлогов у меня будет стоять существительное. После местоимений, не только после притяжательного падежа, притяжательный падеж у меня в себе кроет предлог of, но и также притяжательные местоимения. После любого местоимения также будет идти существительное. И после числительных, количественных, либо порядковых будет идти существительное. Дальше, глаголы. Когда же у нас встречаются глаголы? Ну, очевидно, что когда мне необходимо сказуемое, когда у меня в моем предложении отсутствует часть грамматической основы, то есть нет моего глагола. Также после модальных глаголов. Почему? Потому что мои модальные глаголы никак не показывают само действие. Модальные глаголы показывают лишь характер действия, следовательно, к ним необходимо добавлять смысловые глаголы. Также наречия. Друзья мои, наречия – это прототип прилагательного по отношению к существительному. Наречия описывает глагол, прилагательное описывает существительное. Также после глагола flat и make мы с вами будем вставить глаголы. Далее прилагательные. Прилагательные максимально веселые в своей форме, потому что здесь мы можем с вами идти от противного в случаях с существительным. Когда мы с вами видим существительное, перед которым стоит пропуск, и, возможно, до него идет артикль, нам нужно прилагательное. Иногда у нас будут стоить два прилагательных или же даже больше по порядку. И тогда нам нужны будут однородные члены предложения, которые, вероятнее всего, будут соединяться с союзом and, после которых будет идти существительное. Дальше у нас существует глаголосостояние. А глаголосостояние описывает состояние, которое мы должны потом будем описать прилагательным. Также иногда наречия у меня после себя требуют прилагательное. В случае, как с quite bad. Довольно плохо. После глагола to be, который у меня выполняет функцию сказуемого, я буду также ставить прилагательное. Если, например, я кого-то описываю, я ему даю какие-то характеристики. И последний случай, это когда у меня также идет существительное. Перед существительным стоит прилагательное, и до этого стоит предлог. Вполне себе такая конструкция тоже может встретиться. И последнее, это наречие. Наречие, как я вам уже и сказала, работает в идеальной паре с глаголом. Также у нас наречие прекрасно работает с прилагательным, в случае с very difficult, например. Наречие плюс наречие тоже имеет место быть. Extremely intelligently, прекрасная грамматическая форма. Также у меня наречие может идти вместе с причастием, потому что причастие само по себе уже кроет все эти функции глагола. Поэтому также идут вместе. И наречие плюс подлежащее, плюс сказуемое. Наречие у меня в данном случае будет, вероятнее всего, выполнять функции вводного слова. И оно у меня будет обособляться запятой. Вот по таким определенным схемам можно как раз-таки для себя и понять, какая же будет стоять часть речи в предложении. Ну а теперь я предлагаю вам выполнить задание 25-29, в котором мы с вами посмотрим, как же все-таки определить нашу часть речи, пользуясь теми лайфхаками, про которые я вам сейчас рассказала. Смотрим на первое предложение, и я могу, честно, даже не вчитываться в него. Я, конечно, увидела глазками, что это про Maroon 5, про потрясающую группу, но меня интересует структура предложения. Что я вижу в 25-м пропуске? Перед ним стоит артикль. Дальше у меня идет существительное. Что я могу поставить в форме? Сначала артикль, где-то там существительное. В середине ставится прилагательное. В скобках у меня идет существительное America. Мне нужно сделать из Америки прилагательное американский. Чтобы мне показать национальную принадлежность к какому-то государству, я буду добавлять буковку N в конец, и получится у меня American Pop Rock Band. Далее, та же самая ситуация. У меня стоит артикль, и после у меня идет существительное. Что я могу поставить между артиклем и существительным? Я могу поставить только прилагательное. Поэтому здесь из слова origin, происхождение, я буду делать прилагательное оригинальный. Вот в самом русском слове есть уже как раз мое английское слово. Оригинальный это слово original. Original members. Оригинальные первоначальные члены группы. Затем у меня идет притяжательное местоимение. И вы мне скажете, ага, притяжательное местоимение, значит дальше существительное. Но не тут-то было. Вот смотрите, существительное уже есть албом. Получается, тут мне нужно будет поставить прилагательное. Но вот в случае с depend, depend это глагол зависеть, мне нужно будет прям прочитать, посмотреть на значение предложения. Потому что у меня есть такое редкоупотребляемое прилагательное dependent, и есть частоупотребляемое прилагательное independent. Тут нужно подумать, какой из них мне подойдет. И мне на это намекает как раз таки фраза до моего пропуска. After self-releasing. После того, как они самостоятельно выложили, выпустили свой первый независимый альбом. Если они это сделали самостоятельно, вот здесь мне слово self подсказывает, что это был их индивидуальный независимый альбом. Поэтому у меня будет добавляться еще и суффикс in. Хорошо, с 27 разобрались. Дальше 28. У меня стоит артикль, потом у меня идет прилагательное, после пропуска идет уже союз and. Получается, мы должны с вами понять, а что же у меня будет стоять после прилагательного. Прилагательное описывает существительное. Супер! Здесь у меня есть глагол to direct, это направлять. И мне нужно сделать слово существительное направление, другое направление. Different direction. Direction это направление. Мы с вами из глагола to direct сделали. Тион добавили к нему. У нас буква ти уже была. Добавляем просто и он. Получается существительное. И последний пункт. Он на самом деле максимально controversial. Чаще всего там есть первоначальное слово, ставится не national, а прям nation. Вот это, наверное, худший исход, который может быть на экзамене, потому что немногие обращают внимание на контекст. И немногие понимают вообще смысл слова nation. Смотрите, здесь у меня о чем говорят, что nowadays Maroon 5 is one of the most well-known bands around the world. По всему миру. Хорошо. They have to. У меня здесь идет числительное. Потом у меня идет существительное. Получается, существительное после числительного уже есть. Мне нужно это существительное описать. Тут будет прилагательное. Хорошо. Мы это с вами поняли. И вот, например, у меня есть слово nation. Nation это существительное, это нация. Я могу из него сделать слово national. Это у меня прилагательное. Означает оно национальные хиты. Sugar and girls like you. И вот тут возникает сразу же проблема, что national не подойдет. Ну да, здесь была уже подсказка, что моим первоначальным словом является слово national. Но если мы с вами не будем на это обращать внимание, здесь это совершенно даже не подходит по смыслу. Потому что у меня в предыдущем предложении упоминается весь наш мир, весь наш свет around the world, по всему миру. Далее мне говорят, вот у них есть хиты, которые прославились не только в рамках их страны, но и плюс ко всему, они вышли за пределы этого государства. И они стали мировыми международными хитами. И вот здесь, вместо того, чтобы просто оставить national, нужно еще добавить аффикс inter. International обозначает, что у меня что-то становится всемирным. Всемирным у меня могут быть соревнования, различные конкурсы, и тот же конкурс Евровидения. Это international competition, либо же international contest. Нельзя ни в коем случае сказать, что вот эти хиты, они у меня национальны. Национальный у меня может быть anthem, у меня может быть гимн каким-то национальным. Плюс ко всему, у меня может быть национальным герб, национальная песня, национальный костюм, традиции и так далее. Но здесь смысл именно в многонациональности и в том, что он у меня наоборот на разную аудиторию. Надеюсь, что по этому заданию вам стало ясно, как у нас работает задание 25-29. Я вам напомню о том, что у меня в телеграм-канале есть очень клевый файл со словами, которые чаще всего встречаются в нашем задании 25-29 на словообразование. Вы можете перейти в мой телеграм-канал по этому QR-коду, либо по ссылке, которая есть в описании к этому ролику. И в закрепленном сообщении найти этот файл и намного увереннее чувствовать себя в рамках задания 25-29. Помимо этого файла, там еще огромная кладезь материалов, полезные посты регулярные, которые также помогут вам подготовиться к экзамену на высокие баллы. Ну а на этом я буду завершать. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это занятие. Ну а мы с вами обязательно встретимся, может быть, здесь, на YouTube-канале, в моем телеграм-канале или на занятиях закрытого курса подготовки Кига. Все, друзья, спасибо вам еще раз огромное за просмотр. С вами была Ширин Келли, и всем пока-пока!